привет друзья вы на канале за перевозки и погнали итак друзья сегодня о конкретно перевозках я ничего не буду рассказывать сегодняшнее видео будет из разряда будни перевозчика наконец-то сегодня я выбрал время порешать некоторые технические вопросы по моей машине ну и не технические тоже поэтому решил вместе с вами это все дело проделать ну и первая тема которую я подниму это какой омыватель для стекла я лью летом он супер дешевый и супер крутой кстати на моем старом канале такое видео было но как вы все знаете он был заблокирован поэтому если вы видите это видео то знаете что вы находитесь уже совершенно на другом канале за перевозки и в связи с этим не забудьте подписаться если не подписаны или просто прокрутите вверх поставьте видео на паузу и посмотрите подписаны вы или нет второй вопрос который я подниму это контролька с движной двери недавно я поменял ролик с движной двери я думал что ролик был причиной того что в движении особенно когда чуть-чуть под навалено на боковую дверь моргает контролька как будто бы дверь кто-то открывает на ходу я думаю такая проблема была у многих сегодня же я нашел истинную причину почему это происходит и попробуем ее вместе устранить ну и третий вопрос который мы сегодня поднимем это подключение магнитолы вроде вопрос легенький но некоторым будет очень полезно потому что у меня была ситуация что забыл я выключить магнитолу и она разрядила аккумулятор поэтому ее нужно сегодня подключить таким образом чтобы она выключалась вместе с поворотом замка зажигания как эту как эту задачу буду решать тоже покажу кто не смотрел видео по замене ролика с движной двери на моей машине подсказочку оставлю верху вот здесь вот она сейчас выскочит переходите посмотрите вперед итак друзья вот он мой летний омыватель я его уже залил имеет она такой вот мутный вид и что же здесь здесь у нас очень классная штука под названием дистиллированная вода обязательно должна быть дистиллированная дабы не засирать трубки и бачок омывателя и как бы это странно не звучало кондиционер для белья самый обычный который вы льете в стиральную машинку для смягчения что же этот состав дает сейчас я вам расскажу со старых времен друзья у меня осталась вот такая вот штука от фирмы total wax анти дождь шо она дает это очень классная тема она позволяет капелькам дождя не задерживаться на стекле и вы получаете так называемое гидрофобное покрытие на стекле то есть по сути на скорости где-то после 80 километров в час вам дворники в дождь в средний дождь даже включать не надо для чего это все рассказал вот это это есть аналог вот этого и сейчас мы разберем плюсы и минусы плюс вот этого анти дождя это то что его работоспособность скажем так гидрофобное покрытие от него мы берем на сто процентов то есть она работает очень круто очень классная гидрофобное покрытие потому что вот этот состав он на основе талька а тальк заполняет мелкие поры в стекле они там тоже присутствуют и получаем идеально ровную поверхность то есть капли не 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 цепляются просто в стекло вот и все минус этой фигни это то что чтобы ее нанести это просто надо себе голову съесть это занимает около минут сорока часа чтобы это нанести хватает его буквально на месяц и в принципе не дай бог ты тернешь дворниками дворник вытирает все вот это вот покрытие то есть не неудобно в плане нанести с этим разобрались но действенность его берем как сто процентов эти плюсы и минусы от этого состава тоже делает гидрофобное покрытие но его плюсы то что не надо наносить она постоянно находится в бачке омывателя и не надо бояться махать дворниками наоборот дворник его размазывает по стеклу но эффективность именно вот этого состава составляет по моим оценкам где-то процентов 40 50 от вот этого состава то есть в полной мере гидрофобное покрытие ты не получаешь но капли все же стекают ну и в окончании я расскажу пропорции конечно же пропорции самое главное на вот эту баклажку дистиллированной воды надо лить кондиционера для белья где-то 12 колпачка там крышечка это является мерным колпачком в кондиционере для белья вот один-два колпачка сюда я залил два вот такой вот мутный цвет как самогонка получилось вот такая вот информация очень крутая тема до этого не пользовался ну вот эту фигню мне уже давным-давно показали уже лет пять или шесть назад наверное вот но нашел что вот этот состав для себя вот этим я пользоваться как-то перестал а вот эта банка которая попала в кадр друзья не пиваса точно с начнете бомбить в комментариях это мой рукомойник и вообще я считаю грузоперевозчиков которого нету в машине рукомойника чтоб помыть руки это не труб перевозчик вот такой вот умывальник но это так отступление и так погнали по сдвижной двери тут у нас есть на самой двери группа контактов которые в принципе отвечает за все за свет в будке за центральный замок ну и собственно за датчик открытой двери тут есть такие вот контакты они подпружинены то есть при закрытии они уходят вглубь и пружинкой давят на соответствующий блок контактов который находится в самом кузове я думаю это все уяснили так вот у меня я выяснил такую штуку если вы сейчас присмотритесь внимательно то места потертостей от тех контактов которые на двери вот они находятся с краю вот прям видно то есть фактически она находится на пластике то есть тут тут на пластике вот это пластик правее это не металл соответственно меня появилась идея попытаться открутить вот этот винтик и вот этот винтик тут тоже есть и этот блок я попытаюсь немножечко сдвинуть в сторону улицы туда также на этом блоке тоже есть два винта а этот блок и я попробую сдвинуть в сторону кузова туда шо этим я добьюсь этим я добьюсь чтоб вот эта контактная группа подпружинена четко попадала по центрам принципе не надо писать в комментариях что может быть какая-то другая причина другая причина может быть но неизвестно что то есть что с этой машиной было до меня принципе дверь прилегает ровно и если бы она когда-то попадала на центр то тут бы были потертости до центра то есть мне почему-то кажется что изначально было как-то кривовато это все установлено потому что прям там где попадает контакт прям такие ямки то есть ну очевидно я попробую конечно показать не знаю как камера это передаст то есть очевидно что ямка находится справа то есть ну вот так вот видно по моему то есть очевидно что не доходило не доходил контакт до центра самой площадке соответственно я вполне предполагаю что такой косяк мог быть со стороны сборщиков как нефиг делать почему бы нет ну и попробуем исправить это все не знаю получится нет ну как всегда дорогой мой набор куда же без тебя блин этот набор друзья это уже просто мой старинный друг мы с ним столько пережили не очень важно иметь действительно крутой качественный инструмент не для рекламы просто фирма under max этот набор был куплен в свое время я за него отдал больше 100 долларов точно не помню сколько еще был курс то ли 5 то ли 8 не помню точно в долларах помню что за сотню баксов он стоил но он блин стоит своих денег а ловкие такие вещи и вытянул хоть бы фиг что-то лопнуло торксы тоже я такие вещи ими тянул затянуты хоть бы одна вот знаете бывает пропеллером выворачивает то есть когда гайка сильнее чем инструмент тут есть свечные ключи то тут все есть спасибо тебе друг так я предполагаю что у нас там это хорошо у нас торкс на 30 попробуем да о блин он вообще откручены ребята может в этом и проблема и 2 и 2 откручены фантастика можете уже нашел проблему а тут тоже херня ребята они вообще просто не закручены охренеть вот это поворот ладно сейчас буду разбирать и смотреть кто-то их просто не затянул либо есть какой-то нюанс почему они не затянуты для тех людей просто не затянутые болты жесть друзья по поводу болтов я конечно перегнул что это просто пластиковые винтики такие и вот какая тут система тут вот такая вот ответная стоит раскрыл ушко назовем ее так и в принципе для меня уже не совсем понятно почему именно в таком исполнении это сделано это как-то крайне тупо швали этот узел должен очень хорошо держаться а что же она вот тут ну прям видно что оно должно быть тут уже вот так вот чтобы она на фиге его знаю ну да она имеет люфт не знаю короче специфика съема такая что если она не выкручивается надо тут даже есть пазики такие поддеваешь его ну и соответственно в таком положении уже крутишь тут прям я же говорю пазики вот специальные под эту вещь да сейчас буду кумекать как из этой ситуации выползать не то что она так телепается но это кстати более-менее стоит плотнее ладно буду что-то думать так но система тут я думаю очевидно вот этот винтик бля я как всегда не подготовленный к съемкам ничего я обещаю исправиться вот он заходит и типа разжимает вот эту хрень она не дает вылететь но телепается она там вправо-влево дай боже и вот какие мысли я придумал мысли придумал ухи выразился так она заходит и вот тут вот у нас есть некий промежуток некий промежуток где-то миллиметра три наверно вот там соответственно я буду наклеивать с нужной мне стороны сюда оля какой-то двухсторонний скотчек или что-то такое и таким образом я смогу отодвинуться в нужную мне сторону ну как то так я думаю прям этот миллиметр должен спасти меня не знаю посмотрим чем это все закончится взял вот такой двухсторонний скотчек напиндюрил уже в три слоя сейчас четвертый ляпну и в принципе это уже будет то что я хочу и так завел я ну соответственно с этой стороны начал вот у нас одна зашла а вторая тоже и прям я чувствую как ее расперла в нужную мне сторону в принципе с этой все буду смотреть что стой там ситуация сложнее так этот узел стоит у нас вот так и тут нету плоскости как было там тут такие ребра ну и в принципе я думаю что точно таким же образом на ребра я это все и по наклеиваю хотя я заметил тут очень интересный факт что тут вот на самих креплениях прям видно место от бортика тут и тут тут даже под краску под красную соответственно там я может поторопился на всю плоскость клеить можно реально вот сюда по наклеивать и она на самих креплениях оттолкнет но есть один нюанс как его вставить чтобы она не загребло это все дело короче не буду клеить сюда по ребрам будет нормально я думаю тем более что уровень где касается боковина у меня есть вот по этим посмотрю и поэтому но и точно также на на 4 слоя погнали короче вот такой сандвич получился пробуем вставлять опять-таки вставляем с от этой вот стороны чтобы минимум она ехала вжимаю вставляю блин ништяк даже видно по место месту пыли что сдвиг пошел на миллиметр где-то ну круто так теперь запиндюриваю наши винты один и и второй ну и в принципе закручивать нет смысла там резьбы нету а вот вдавить можно что именно так они и работают так ну а теперь лайфхак старый дедовский способ как же проверить до кудова теперь доходят ответные части все очень просто нужно взять зубную пасту но у меня зубной посты моем случае нету поэтому я возьму полироль да можете меня в комментариях уничтожить за это но у меня другого выхода нет и мажем вот эти вот места все этого вполне достаточно теперь закрываем дверь перед дверью закрываем флаком потому что если он перевернется то будешь потом на себя материться закрываем закрываем лоб открываем открываем смотрим на отпечатки отпечатки мне прям нравится теперь докуда вода ходят я думаю что моя проблема будет решена ну конечно же это все теперь вытираем тут уже понятно ну как вытираю полируем вот ну и тут даже история взять лучше тряпочку ну и будем потихоньку переходить к магнитофону друзья я человек как вечно любопытный до магнитофона еще обсматривая ролики нашел вот такую систему оказывается сюда шел какой-то тросик и в принципе я выяснил такую тему дверь едет назад защелкивается сюда назад не возвращается и чтобы это сделать дергаешь ручку и там освобождается механизм примерно вот так и ты выезжаешь назад без него не идет крутая система а вот это должен быть переключатель то есть ты его должен опустить и он уже не должен от это дергать ну из-за моего любопытства вся эта система ни хрена у меня перестала работать поначалу работала когда я ее нашел и подключил у тут тросик и короче теперь у меня в этом положении на в этом положении она открывает там и не открывает дверь то есть вы поняли в одном положении она должна там ничего не делать открывать замок но в другом положении открывать здесь но не открывать замок и короче собственно почему я решил это снять чтобы показать может кому-то придется снимать замок и вообще как выглядит вся эта система открутил я такие вот болтики опять-таки торкс на 30 чтобы открутить я вообще сотрю тут очень много всего на торксах 30 раз два и тут за ручкой 3 и теперь вот тут есть такие зацеп чеки первый замок вверх вот себя и в принципе он вынимается полностью и теперь я уже могу посмотреть как вот эта вся система тут должна работать мне кажется что есть какой-то износ а я уже вижу вот это должно по идее подниматься вверх но по какой-то причине не поднимается сейчас в общем-то разберусь в этом всем она выглядит как-то так сложно но я думаю что все просто и покажу что вы Продолжение следует...